Позвольте от имени Общества Мемориал и Санкт-Петербургского Теревного Театра начать акцию памяти, посвященную 100-летию со дня опубликования Декрета о Красных Террорах 1918 года. Акция будет состоять из трех частей. Первая – поминальная церемония. Вторая – литературно-поэтическая композиция. Третья – выступление представителей государственных органов и общественности. Мы с вами находимся у стены Головкина-Басилиона Петропавловской крепости, где в 1917-1921 годах были без суда и следствия расстреляны люди. По предварительным оценкам, здесь у этой стены были тайно захоронены около 200 человек, среди которых государственные деятели, офицеры, члены императорской фамилии, старики, женщины, дети, студенты, самые разные горожане из числа заложников. До сих пор исследования захоронений не закончены. К настоящему времени удалось идентифицировать только часть останков. В выставочном зале тюрьмы Трубецкого бастиона сейчас развернута экспозиция находок, сделанных во время раскопок на этом месте. Предполагается, что здесь в ближайшее время будет установлен памятный знак. А сейчас мы предлагаем всем собравшимся совершить символическую ритуальную церемонию и почтить память убиенных граждан России возложением поминальных свечей на каждый из этих силуэтов, представленных в нашей инсталляции, как некий обобщенный образ казненных здесь людей. Справа и слева от микрофона вам будут предложены зажженные лампадки, каждая из которых желающие могут отнести и надеть на одну из фигур. Наши ассистенты помогут вам сделать это. Итак, приступим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бессудные расстрелы начались еще в октябре 1917 года. Но именно 5 сентября 1918 года террор впервые был официально провозглашен основой внутренней политики Советской России. Во исполнение декрета были убиты тысячи людей, большинство из которых не совершили никаких преступлений. Их арестовали как заложников, то есть по социальным, сословным и профессиональным признакам и расстреляли за действия, совершенные другими людьми. В одном Петрограде в течение следующих нескольких месяцев ЧК без суда и следствия казнило не менее полутора тысяч человек. Опыт безчеловечности, приобретенный в годы гражданской войны, стал той основой, на которой были развернуты последующие террористические кампании советской власти, включая раскулачивание, большой террор 37-38 годов, депортации по этническому признаку 40-х годов, Деньградское дело, дело врачей-юбийц и так далее. В 1830 году Михаил Юрьевич Нержинтов Написал стихотворение под названием «Предсказание». Настанет год России, черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен Незвергнутый не защитит закон, Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный град терзать, И зарево окрасит волны рек. В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь и поймешь, Зачем в руке его булатный нож, И горе для тебя. Твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон, И будет все ужасно мрачно в нем, Как плащ его с возвышенным челом. Таково предсказание русского поэра. Итак, 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров заслушал доклад Председателя Всероссийской членчайной комиссии По борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением По должности о деятельности этой комиссии Находит, что при данной ситуации Обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью, Что для усиления деятельности Всероссийской членчайной комиссии По борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением По должности и внесения в нее большей планомерности Необходимо направить туда, возможно, большее число ответственных партийных товарищей, Что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов Путем изолирования их в концентрационных лагерях, Что подлежат расстрелу все лица, Прикосновенные к голодоргейским организациям, заговорам и мятежам, Что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, А также основания применения к ним этой меры Из текста, декрета о красном терроре Мартын Иванович Лацис, член коллегии Лучака Цитата из статьи в газете «Красный террор» Мы не ведем войны против отдельных лиц Мы истребляем буржуазию как класс Не ищите наследствия и материалов и доказательств того, Что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти Первый вопрос, который мы должны ему предложить, Какому классу он принадлежит, Какого он происхождения, воспитания, образования или профессии, Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого В этом смысл и сущность красного террора Владимир Ильич Ленин из августовских телеграмм в российские губернии в 1918 году Навести тотчас массовый террор Расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, Бывших офицеров и тому подобное Ни минуты промедления Проведите массовые обыски Заношение оружия Расстрел Организуйте массовую высылку меньширяков и других подозрительных элементов Первое. Повесить. Непременно повесить, чтобы народ видел Не меньше ста заведомых кулаков, богатеев, кровопийц Второе. Опубликовать их имена Третье. Отнять у них весь хлеб Четвертое. Назначить заложников согласно вчерашней телеграмме Сделать так, чтобы на сотни верст кругом Народ видел, трепетал, знал, кричал Телеграфируйте получениями и исполнениями Ваш Леин Найдите людей потверже Из выступления Зиновьева 18 сентября 1918 года На 7-й общегородской партийной конференции Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100 населяющих Советскую Россию Со Сталинами нельзя говорить Их надо уничтожить Из статьи Ленина Диктатура пролетариата Означает не что иное, как Ничем не ограниченную Никакими законами Никакими абсолютно правилами Нестесненную Непосредственно на насилие Опирающейся власти В 1903 году Александр Глоков Написал пророческое стихотворение Все ли спокойно, народе? Нет, император убит Кто-то о новой свободе На площадях говорит Все ли готовы подняться? Нет, каменеют и ждут Кто-то велел дожидаться Бродят и песни поют Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ Дремлют гражданские страсти Слышно, что кто-то идет Кто ж он, народный смиритель? Терменный зол и свиреп И у входа в обитель Видел его и ослеп Он к неизведанным бездам Гонит людей, как стада Посохом гонит железным Боже, пиши отсюда А в 1919 году Анна Андреевна Ахматова Пишет стихотворение Начинающее со строчкой Чем хуже этот век предшествующий Чем хуже этот век предшествующий Разве тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной прикоснулся язве Но исцелить ее не мог Еще на западе земное солнце светит И кровли городов в ее лучах блестят А здесь он белые дома Крестами метит И кричит воронов И вороны летят Изображение наркома внутренних дел Петровского к местным советам Газета «Известия» 3 сентября 1918 года Расгляданности и миндальниче Должен быть немедленно положен конец Все известные правые эсеры Должны быть немедленно арестованы Из буржуазии и офицерства Должно быть взято значительное количество заложников При малейших попытках сопротивления Должен применяться массовый расстрел Местные губисполкомы должны проявить в этом направлении Особую инициативу Отделы милиции и чрезвычайные комиссии Должны принять все меры к выяснению и аресту Всех подозреваемых с безусловным расстрелом Всех замешанных в контрреволюционной и белоквардейской работе От всяких нерешительных в этом направлении действия Тех или иных органов местных советов Завоуправы исполкомов Обязаны немедленно домести Народному комиссариату внутренних дел Ни малейших колебаний Ни малейшей нерешительности В применении массового террора И еще одно стихотворение Александра Блока Написанное в сентябре 1914 года Умешен вспомнить нашей композиции Рожденные в годах глухие Пути не помнят своего Мы, дети страшных лет России Забыть не в силах ничего Испепеляющие годы Безумие ли в вас Надежды ли весть От дней войны От дней свободы Кровавый отцвет в лицах есть Есть немота То гул набата заставил Заградить уста В сердцах восторженных когда-то Есть роковая пустота И пусть над нашим смертным ложем Забьется с криком воронье Те, кто достойны Боже, Боже Да узлят царствие Твое Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих воспоминаниях Свидетельствует о следующем В осенью 1917 года Мой отец, работавший в главном управлении Почтой Телеграфа Маженера Вектора Перешел на работу в первую государственную типографию Теперь печатный двор И получил казенную квартиру При типографии по Аренбамской улице Петроградской стороны на втором этаже Сейчас в этой квартире помещается дирекция печатного двора Окна спавли и окна гостины выходили на Аренбамовскую улицу В сторону Петропавловской крепости Ночью движение по улицам было запрещено Комендантский час и стояла полная тишина Около 12 часов ночи, а может быть и позже Раздавались выстрелы, то беспорядочные, то похожие на залпы Однажды или дважды слышался фуньер Рабочие типографии, хорошо относившиеся к отцу, говорили Это расстреливы Для этого выводили на полянку против Кромерка Из ворот, ведших на поток, увеличивших тролея В сторону Комендантского проспекта Ставили крепостной стене И тут расстреливали партийную лебединочку Мы отрывали форточку в гостиной И через нее слушали выстрелы в ужасе Мне было 12, брату 16-17 лет Дмитрий Кипачев, 28 ноября 1997 года И последний текст нашей сегодняшней композиции Ростоверение поэта Виктора Харачинского Расстрелянного в 1937 году Так и называется Расстрел И меня Расстреляют Печален Спокоен Я пройду сквозь тюремную сизую муть Перед взводом поставят И точат И строен Ряд винтовок поднимется Целя мне в грудь Мимолетно припомню судьбу Гумилева Лица милых Расстрелянных где-то друзей На солдат посмотрю Будут странно суровы И у грима бездушны Глаза палачи И спешащим к догонку Годам отгремевшим будет Страшен секунд Утомляющий бег Залпа я не услышу Лицом побледневшим Вдруг уткнусь В окровавленный Коющий снег Предлагаю Почтить память Погибши здесь День и ноги молчали Спасибо А теперь мы можем перейти В последней части Нашего сегодняшнего видео Я хочу предоставить слово Александру Владимировичу Слову Уполноноченному по правам Человета в Санкт-Петербурге Членами Ведерственной Рабочей группы По координации День и единственного Правда На реализацию Концепции По вековеченному По вековеченному По памяти Рабочей группы Прекомендуйте День и другую Санкт-Петербурге Прошу вас Друзья Я начать хочу с того Что буду говорить Николай Владимирович Вас И интервью и театр За то, что Вы создали Местерацию За то, что Помогли нам В языком искусства Пронзительным В языком Вспомнить о Прагических Тяжелых страницах В нашей истории Которые мы Не должны забывать Если мы не хотим Чтобы они Повторились И нам еще Очень долгий путь Предстоит Пройти, чтобы И государство И общество Осознало Смертельную опасность Для страны Для людей Для граждан страны Политики, которые Не уважают человека Не уважают Его права На жизнь На собственное мнение Долгий путь Но мы Этот путь Начали проходить Трудно С препятствиями Но Когда есть люди Которые Помнят Об истории Когда есть люди Которые хотят Открыть Страницы Которые Многие десятилетия Были закрыты У нас есть Ответа И многие Из этих людей Сегодня пришли Кто-то пришел Раньше Кто-то здесь Находится И еще Хочу сказать Спасибо Всем Всем этим людям И сотрудникам Музея Истории Санкт-Петербурга Которые Собственные Открыли Страшные Захоронения Рядом с которыми Мы стоим И Сейчас Скоро уже Наступит День Когда Останки Окрепут Покой Вот Эта Рабочая Группа По реализации Были Сутки Такие Может быть Тяжелые Слова Государственной Политики По Вековещенному Памяти Жертвополитических Репрессий Вот Недавно Такая Группа Появилась В Петербурге А уже Два Года Она Работает На Национальном Уровне И На последнем Собрании Этой Группы Были Отоплены И предложения О Перечне Памятных Дар Связанных С политическими Репрессиями Которые Мы будем Отмечать В Петербурге И Список Памятных Мест Который Состоит Из Многих Многих Десятков В Санкт-Петербурге И все Они нам Известны И Конечно Я хочу Сказать Спасибо Обществу Мемориал Которые Уже Многие Десятелетия И Помогают Тем Кто Выжил И Помогают Водственникам И Помогают Хранить Память Я думаю Что мы Все Вместе У нас Хотя здесь Сегодня Не так Много У нас Много Тех Кто Помнит И Тех Кто Понимает Ценность Человеческой Жизни Право На жизнь И ответственность Государства Для того Чтобы Эти ценности Которые Лежат В основе Нашей Конституции Были И в нашей Жизни Реализуем Спасибо Вам Всех Спасибо За Помогу Спасибо Решите Предоставить Слово Наталье Иоанниевне Ивдайкину Члену Совета Препрезиденте Российской Федерации По развитию Гражданского Общества И правам Человек Сто лет Много Или Много Для истории Это Миг Для людей Это Четыре Поколения Можно Много Раз Прочитать И о Красном Терроре И о 37 И о Деле Врачей А нужно Один раз Увидеть Эту Инсталяцию И ты Поймешь Что Это Тени Тех Людей Которые Здесь Погибли Память Память Это То Что Нам Остается Сейчас Будем Забывать Эти События Значит И эти Люди Идут Навсегда Пока Мы Их Помним Они К 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 Я бы Сказала Не В Тренде Того Что Мы Сейчас Здесь Видим И Дел Зак Открываются Архивы Отчасти Их Уничтожаются Можем Вспомнить Первый Тридцать Шесть Что Сейчас Стало С этим В общем Памятником Истории Что Сейчас С нашим Мемориалом Который Много Лет Работает На этой Мире Сохраняет Память Об этих Людях Их Практически Лишают Того Места Которое Они Занимают Уже Около Тридцати Лет Что Это Нежелание Помнить Желание Сказать Что Все У нас Было В России Замечательно Что Никаких Ошибок Мы Не Делали А то Что Случилось Но Это Отдельные Факты Вот С этим Надо Бороться И Мне Кажется Что Даже Те Усилия Которые Делают Те Немногие Люди Которые Помнят И Пытаются Помнить И напоминать Остальным Это Очень Важно Пока Мы Здесь Побираемся Пока Память С Нами Эти Люди Живы В Наших Умах Я Хочу Сказать Что Я Благодарна И Уважаемому Господину Директору Директору Виктора Владимирович Директор И Главное Директор И Той Ой Простите Пожай И Хочу Сказать О том Что Я Благодарна Всему Кто Сюда Пришел К сожалению Молодежи Жили для нас Мало К сожалению Этот вопрос Мало Интересует Людей А ведь Эта Цепочка Она До сих пор Тянет Вот То Что Было Развязан Кратный Террор И То Что Было Тогда Все Нам Надо Этим Заниматься Обязательно И Главное Помнить И И И С Этим Школы И Институт Молодежь Просто Об этом Не Знает В Н В И Эпизод Эпизод Он Не Упоминает Он Не Рассматривается Нужным образом А это Значит Наши Люди Будут Без Память Я Продеваю Вас Всех И Передав Вот Эту Память С Довищем Дополим Спасибо Спасибо Там Все В Порядке Там Молиционер Отвел С Все В Порядке Я Хочу Предоставить Слово Евгению Николаевичу Душловскому Также Семену Совета Президент Алиссоци Интеграции По Разритию Гражданского Обства И Права С Прошу Вас Обычно Обычно Принято Отвечать Торжественные Этапы К сожалению 2018 Год Он Приносит Нам Огромное Количество Печальных Далек Сон 2018 Год Начало Гражданской Войны Начало Красного Террора Начало Белого Тридцать 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 Восьмой Год Завершение Практически Красного Террора Пятьдесят Шестой Пятьдесят Восьмой Год Реабилитационные Процессы И до сих пор Еще Не Все Реабилитированы И до сих пор Еще Продолжают Выискивать В архивах Имена Погибших Людей К сожалению У нас На сегодняшний день Странное Беспамятство Особенно Касается Как это Микрисовно звучит Сотрудников Правоохранительных Органов Они словно Забыли Историю Развития Общества И мы снова Вот уже Наталья Геонидовна Говорила Мы занимаемся Снова Вопросами Пыток Мы снова Занимаемся Вопросами Не обоснованных Корейсток Не обоснованного Привлечения Уголовной Ответственности Не обоснованного Осуспеха И если мы все Не будем Заниматься Этими вопросами Если мы все Будем относиться Равнодушно Ко всему этому То это все Рано или поздно Вернется И запресняется Поэтому Для нас На сегодняшний день Главным образом Становится Борьба С Раздувающимися Вот этими Рецидивами Прошлого Спасибо Я хочу Пригласить На этой подноске Александр Юрьевич Жаниэля Историка Сотпредседателя Правления Санкт-Петербургского Общества Мемориал Прошу вас Спасибо Собственно Очень много Рассказано Я хочу сказать Буквально Несколько Послушайте Сто лет Прошло Сто лет А эти События Продолжают Оставаться Для нас Актуальными Они не забыли Они Актуальны Для всех Для всех Они актуальны По-разному А собственно Говоря Почему Почему Красный Террор Компания Красного Террора В узком смысле И весь Красный Террор Для нас Остается Почти Современным Событием До того Простой Причины Потому что Мы все Здесь Наследники Именно Красного Террора Потому что Большевики Победили В Гражданской Войне И Мы Так или иначе Принимаем Их Исторические Наследия Разные Части Это Наследие Все Принимают Каждый Принимают Какую-то Одну Из Части Это Наследие Кто-то Принимает Наследие Жертв Людей Которых Назвали Жертвами Кто-то Кто-то Принимает Наследие Плачей Кто-то Сегодня Принимает Наследие Борцов Ну и Как всегда Большинство Принимает Наследие Сторонних Наследие Это Наследие Это Не История Не Става История Мы Не Осмыслили Этого Настоящего И Пока Это Осмысление Не Закончится Мы Вынуждены Будем Нести Каждый Дум Долю Наследства Событий 18-го Года И Дальнейший Году Которые Он Выберет Сезон Спасибо Спасибо Практически Наше Сегодняшнее Мероприятие Как это можно назвать Подошло к концу Но я не могу Не дать слова Депутата Законодательного Собрания Борису Лазаревичу Лешневскому Который просил Меня Предоставить Несколько минут Для высказок Прошу вас Дорогие друзья Не буду долго На это же время Действительно прошло Сто лет И цели Пошло сто лет И законность Опять подменяется Пусть Нереволюционно На собесообразие Прошло сто лет Мы видим Как строится То же государство Которое Незберимо важнее человека Где человек Пыль под водой И где органы Никогда не ошибаются Вот что происходит На наших глазах Прошло сто лет Памятная дата С красного террора Началось Строительство Репрессионного Чудовищного Невероятного Невиданного История Государства Уничтожившего Десятки миллионов Своих соотечественников На этой церемонии Нет губернатора Нет членов Городского правительства Им это не важно Им это не интересно Нет Наших телеканалов Событий нет Практически Но важно помнить Важно помнить Потому что Не помнящие о прошлом Обреченные его повторения Важно помнить Поэтому Должны работать Мемориалы Замечательные люди Которые Там трудятся Переодолевая Кучу препятствий Люди Которые Возвращают имена Погибших Которые Предают Властности Имена Пулачей Наверное Поэтому Так Ненаверят Те Кто Сегодня Работая В не ошибающих Словленных Считают Сидя Наследниками И прерниками Кулачей Прожего Поэтому Возникают Такие ситуации Как Дмитриева Поэтому Возникают Такие ситуации Как Дмитриева Аюла Титеева Поэтому Пытаются Выселить Питерский Умирал Я надеюсь Все Общими Усилями Этого Недопустимо Сможет Раньше Работать На разъезду Мы видим Что происходит Это надо Остановить Пока Не возродилось То Что было И то Что уже Если не нет Наши родители И хорошо Запомнили Необходимо Сохранять Память Необходимо Помнить О погибших Необходимо Делать Все Чтобы То Что было Не повторилось Никогда Действительно Прошло Сто лет А к сожалению Вновь Приходится Говорить О репрессиях О пунктах Ну пока Еще не Расстрел Пока Я очень Надеюсь Что Нашим Общим Усилением Мы остановим Движение В этом Направлении Никто Кроме нас Сделать Этого Не может Мы Сделать Это Обязаны Спасибо Тем Кто Пришел Спасибо Огромное Интерьерному Театру Спасибо Большому Обществу Мириопед Которые Просто Сохраняют Голову Спасибо Планомочному Кром Человеку Александру Шушлову Спасибо Замечательно Наташу Евгенову Евгению Бесловскому Людям Которые Занимаются Защитой Трав Человеку Каждый День Без Отдыха Чуть Сказал Без Сна Но Все Таки Спят Спасибо Вам Спасибо Борис И меня Просил Предоставить Слово Правозащитник Юлия Андреевича Бакова Я не могу Отказать В этом Прошу Вас Друзья Еще Несколько Кагнит Ему Назад В Культуре Доходило Привещание Где были Представители Мемориала По правам Человека Были Активисты И тогда Было Принято Решение Чтобы Наши Власти Вместе С народом Идут сюда Для того Чтобы Почтите Память Погибших Престолю Для Кагития Которая Начинала Своё Место Здесь Но Власти Наши Поговорились Они Не Вместе С нами Они Вместе С нами Вместе 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 Положили Здесь Ночек И Спусывали Как Обычно Власть Отдельно Мород Отдельно Вот Я боюсь Что Так У нас Будет Дальше Если Вообще Дальше Они Будут Приходить И Возлагать Свои Двинки А потом Мы Отдельно Будем Вспоминать Наши Дедовы Если Если Мы не добьемся Того Чтобы Здесь Был Отставлен Памятник Памятник Той Русской Голгофе Который Начиналась Вот На этом Клочке Нашей Российской Земли Вот Здесь Он Должен Стоять И Вот Это Должен Стать Наши Благодарители Должен Ну и На этом Я Хочу Подблагодарить Всех Пришедших Сегодня И Выбавших Все это Время С нами Закончить Наше Сегодняшнее Наши Свойственные Корпиятия И Меня Просили Объявить Что Желающие Могут Остаться Здесь Для Совершения Молепна По Погибших Здесь Любых Желающих Пожалуйста Это Всем Спасибо Всего Хорошего Спасибо Спасибо